Родился ребенок. Родители счастливы, они рады тому, что это их личный ребенок, что они об этом своевременно позаботились, не пустили это дело на самотек. Знаете, есть вещи, которые нужно делать лично, самому, даже при наличии здорового коллектива. И вот они сидят на родительском собрании, родители разные, не похожие друг на друга, у каждого свои мысли, у каждого свои чувства, у каждого свой метод воспитания. Товарищи отцы и товарищи, грубо говоря, матери. Товарищ, мягко выражаясь, участковый уполномоченный, восторгаясь и восхищаясь, как говорится, за отчетный период, мы не можем не заметить того, что наши детки, прыгая через свои палочки, через свои скакалочки, незаметно допрыгались до подросткового хулиганского возраста. Тут, конечно, наша вина, но также и родители. Чем же они, грубо говоря, дети, мягко выражаясь, хулиганы, себе проявляют? В парадных такое вытворяют, что, грубо говоря, сказать не решаюсь, а мягко выражаясь, нет слов. Мало того, они своими ручками поганым и еще лампочки в парадных. То есть вся наша молодежь тянется к свету, эти в темноту. Нельзя не сказать про школу. Она дает ребенку, ну, грубо говоря, грамоту. Это опасное оружие в неумелых руках. Потому что, если раньше он рисовал на заборах, ну, грубо говоря, рожи, то теперь он пишет, мягко выражаясь, слова. Вот мы собрали вас, родители, для того, чтобы посоветоваться. Как же нам с ними дальше бороться с нашим светлым будущим? Давайте высказываться откровенно. Можно, грубо говоря, но мягко выражаясь. Мне кажется, мягче, 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 тоньше и деликатнее. Так мне катся. Лично мне вот так катся. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь. В конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне катся, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне катся, забор. Единственный выход, забор. Чтобы никакого выхода, забор. Вокруг двора забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих подон... Простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети. Начатываться увлекаться, соревноваться. То есть 10 замесов в смену, 15. Чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества. Просто сил не хватало. Лично мне вот так катся. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так катся. Именно так лично мне катся. Правда, лично у меня детей нет. Мне катся. Мога быть, мога быть, мога быть, мога быть. Мога быть, мога быть, мога быть, мога быть, мога быть, мога быть. Стенка не так глупа, не так глупа. Мога быть, мога быть, вы меня постите, я вспоминаю свое детство. Конечно, это было не то, конечно, это было не так. И, конечно, это было, прямо скажем, совсем иначе. Мы когда-то с родителями жили на каме. Оно широкое, широкое. Я бы сказал, даже очень, правда, время было не то. Время было другое. Эпоха была жуткая, просто жутчайшая эпоха. Настроение было гнусное, и атмосфера была мерзопакостная. Но, тем не менее, рыба в каме была. И вот, как сейчас помню, мы, мальчишки, без штанов, простите, босиком, бежим по берегу, берег кутой, и вот в кустах соловей. Ведь, слушайте, ведь вот печуга. Ну, смотреть не на что, ну, мелочь пузатая. А ведь как подлец природу украшал. Что делал мерзавец? Слушай, а может, и драть? А? Я про детей, про этих соловьев-разбойников. Нас-то драли, и ничего, как видите, целое поколение выросло. Вот в моей семье Сидоровых, мой отец Сидоров-старший, меня Сидорова-младшего лупил, как Сидорову козу. По-моему, это же самое может рассказать о себе любой интеллигентный человек. Конечно, могут быть и другие методы воспитания, но для этого нужны и люди, и время, и деньги. А тут дешево и сердито. И главное, все под руками. Ремень, руки и это самое. Объект воспитания. Подумайте, не так глупо, а? Мога быть, мога быть, а? Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно, и, наконец, понял. Ну и дураки же вы все. Один предлагаете в стенку замуровать, другой у которого голова, как крутое яйцо, предлагаете их драть. Это он будет драть. Да на него взглянуть, как следует, он до конца жизни заикает станет. Главное, человек родить. Родил, на том спасибо. А уж дайте он должен сам до всего. Вот возьмите меня. Пить, курить, говорить. Я начал одновременно. Никто меня не учил. На днях иду по улице, смотрю, старуха идет, тащит чемодан, куда на это все проходят мимо. Я подошел, говорю, мамаша, говорю, мамаша. Я что-то надрываюсь, говорю, мамаша. Давай чемодан донесу. И понес. И понес. Куда вот старуха подевалась, до сих пор понять не могу. А что, воспитание, воспитание. Любое воспитание это насилие. Человек должен расти на свободе, как цветок. А он говорит, драть. Я тебе так дерну. Ты у меня опять без штанов по берегу побежишь. Вспомнишь свое детство золотое. Удивляюсь я на вас, на мужчины. Ведь какие вопросы-то ставить? Как быть? Кем быть? Бить или не бить? А я вот иначе спрошу вас. С кем быть? Ребятенку-то. Вот у соседей моих, когда бабушка жива была, они и горе не знали. Выходили в любую смену. Работали себе на здоровье. Ну, правда, ребенок родителей не видел, но он про них знал. Бабушка рассказывала. Фотокарточки показывала. В профиль, в фас. Ну, а как бабушке не стало, она, бедная, перед работой, забежит ко мне, Кузьминична, уж будьте добры, восемь часов Славику, постучите в стенку, чтобы в школу не проспал. Ну, я на пенсии, мне все одно бессонница. Ладно, говорю, стукну. Смотрю через окно, она мимо дворника идет, за метлу его тронет. Егорыч, в случае чего Славик начнет выражаться, вы уж его легонечко-метелочкой шмякнете. Ладно, говорит, шмякну. Почему же не шмякнуть? Милиционер увидит, товарищ сержант, в случае чего Славик ввяжется в драк, вы уж свистнете, напугайте ребятишек. Ладно, говорит, мы ж на то поставлены. Участкового врача увидит, Вера Васильевна, мимо Славика проходить будете, пощупайте лобик, не горячий ли. В случае чего на работу мне звякнете. Ладно, говорит, звякну. Вот так. Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет, вместе получается воспитание. А я вот думаю, что чем дворники до милиционера, может, лучше всего родная мама, потому что он ведь у нее один, кровиночка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ